Красота! Вау! И посмотри! Размешиваем, 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 размешиваем. Итак, я подготовил нашатырь, подготовил тайное послание. Всем привет! С вами товарищ Сафронов. И у меня сегодня на обзоре вот такая вот вещица. А именно, эксперимент. Набор эксперимента для экспериментов под названием «Трюки науки». Мне его прислали от производителя, поэтому всем, кто заинтересуется, информация о том, что ссылка будет на официальный сайт, будет в описании. И вы там сможете больше узнать разные трюки, разные науки, разные наборы. Смотрите и изучайте. Ну, а мы сегодня посмотрим, что же такие за эксперименты. Должны быть интересные эксперименты, должны быть безопасные, должны получиться, должны быть простые, но при этом не скучные эксперименты. И посмотрим, что это. Сегодня такой вот набор «Огненная радуга». Называется «Трюки науки. Огненная радуга». И в этой такой увесистой коробочке должны быть составляющие для того, чтобы получились следующие эксперименты. Это «Огненная радуга» и «Невидимые чернила». Итак, тут есть описание из самих экспериментов. Вы увидите. «Огненная радуга». Тут разные цвета, разное пламя. И «Невидимые чернила» — это писать как по-шпионски. Писать по-шпионски. Умеете ли вы писать по-шпионски или нет? Не знаю, не знаю. Посмотрим. Тут состав набора. Куча всего. Очень много. «Мерная ложечка», «Эпипетка», «Кисточка», «Стакан». Все, что необходимо. И куча-куча-куча баночек, и перчатки есть. То есть, в этом наборе прямо все, что нужно, есть в наличии. По идее. Посмотрим. Набор «12 плюс», то есть, старше 12 лет, но все равно советуют при контроле, при под присмотром взрослых. Вот так правильнее будет сказать. И вообще, я рекомендую любые эксперименты делать под присмотром взрослых. Тем более, когда здесь есть всякие различные реактивы, химия, все дела. Поэтому нужно быть внимательным, особенно. Смотрим на этот набор и на его составляющие. Тут, кстати, есть еще вот описание. Вы увидите других наборов. Это же не описание, а изображение других наборов. Вот. Первый раз правильно показал. Куча разных, интересных. Хочется посмотреть на многие и попробовать. Ставь большой палец вверх, поддержи канал и заодно, как бы, смотивируй сделать обзоры и на другие интересные эксперименты. Подход отличный. Открываем. И смотрим наполнение. О, все как лежит. Красиво. Красиво лежит. Инструкция. Инструкция. О, инструкция цветная, с пояснениями, со всякими мерами предосторожности, с интересными фактами. То есть, все, как я люблю, как я всегда говорю. Вот так надо. И делать это хорошо. Дальше. Тут есть перчатки. Перчатки фиолетовые. Дальше. Мерная ложечка присутствует. Она также. Дальше. Стаканчик. Тоже здесь есть. Ого. Такое вот блюдечко есть. Отлично. Тут я еще увидел интересные моменты. Блюдечко. Оно керамическое. Такое черное. С элементами, с такими углублениями. Для того, чтобы сделать правильные эксперименты, которые там указаны. И дальше идут баночки. Здесь подписано, что это хлорид лития. Далее. Салициловая кислота однопроцентная. Далее. Борная кислота. Мощно. Что-то еще. Хлорид калия. Так. Ага. Медный купорос. Хлорид стронция. И нашатырный спирт 10%. Но это еще не все. Здесь есть еще пипетка. Сколько? На 2,5-3 мл. Чик-чик-чик мерно. Очень удобные такие штучки. И есть кисточка. Кисточка в наборе. Вот такое содержание набора. Составляющая этого набора. Давайте посмотрим еще раз. Вот такие вот элементы. Куча всего. Баночек очень много. Очень много скляночек. Всяких тарелочек, кисточек. То есть, ну, должно все получиться хорошо. Потому что все в наличии. Все есть. И совсем порядок. Обязательно надеваем перчатки. Идите, покажу как. Знаете ли вы, как правильно надевать перчатки? Начали в нее тунуть. Можно, кстати, тоже как эксперимент писать. Надувание перчатки. Затем надеваем перчатку. И если она у нас не очень хорошо надевается, то... Сейчас покажу. Хотя она нормально надевается. Но если бы она плохо надевалась, то можно было бы... Так, кстати, и снимать удобно. Мы писали, мы писали. Мы не писали. Пальчики пока не устали. Перчатки. Можно есть бургеры. Можно делать эксперименты. Но сегодня будем делать эксперименты. Не время для бургеров. Не время сафронов. Не думай о бургерах. Представь. Так, что у нас здесь идет? Давайте разложим, отложим, разложим, положим. Положим, отложим, разложим. Уберем. Отставим. Поставим. Отодвинем. Передвинем. Внезапные стихи. Так. Меры предосторожности, что нужно контроль взрослых. Рекомендации для взрослых отдельно. Здесь, конечно же, есть все понятно. Вообще до трех лет даже не подпускать. Но для детей старше 12 лет, естественно, это... Ну, просто, естественно, такие маленькие дети, как трех летние, даже рядом, чтобы не стояли при таких экспериментах. Тут нашатерный спирт есть. Тут всякие различные эти. Ну, об этом есть предупреждение. Это хорошо. Безопасность прежде всего. Рекомендации для взрослых, присматривающих за детьми. Что нужно объяснить все. Что нужно все рассказать детям. Что нужно объяснить, как это все делать. Приготовить какие-то меры безопасности. Все такое. Дальше состав набора. Это мы видим. Меры предосторожности. И вот мы видим эксперимент. Главный. Огненная радуга. Как и называется наш этот набор. Огненная радуга здесь есть. Будьте осторожны. Сторожный спирт имеет резкий запах. Хорошо. И мы видим тут последовательность действий. Дальше. Тут состоит раз, два, три, четыре пункта. И далее. Тут объяснение и интересные факты. Насыпаем по одному элементу. Вот так вот. Хлорид калия сюда. Борная кислота вот сюда. Хлорид стронция. Ох, такие кристаллы прикольные у него. Расставляю, чтобы не забыть, где у меня что. Дальше. Хлорид вот лития, например, здесь у меня будет. Понятно. Хлорид лития насыпал. Медный купорос. Медный купорос. О, красивый какой. Синенький. Красота. Красота. Медный купорос красивый. Ничего я могу сказать. Медный купорос красивый. Я думаю, можно запомнить, где медный купорос. А остальные вот просто выглядят, как белые порошочки. Примерно все одинаковые. Максимум различаются, может быть, крупиночки. И все. Ну и прозрачность. Ну вот отличается. Сильно отличается хлорид стронция. А вот эти все можно спутать. Поэтому лучше запомнить, да, что где. Но тут в достаточном количестве всего для проведения ни одного эксперимента подобного. Так что все нормально. Теперь берем салициловую кислоту. Открываем. И набираем пипеткой. И нужно каждую будет полить. Вот этот вот. Каждый порошок, каждый элемент полить салициловой кислотой из расчета 4 миллилитра. То есть пипеточку еще чуть больше надо будет. И поливаем. Теперь я немножко приглушу свет, чтобы вам было лучше видно. И аккуратно поджигаем. Лучше поджигать спичками и вообще правильнее спичками. Длинными желательно. Или при помощи зажигалки, которая для газовой плиты. Длинной такой. Но у меня их нету. Поэтому я поджигаю такой обычной зажигалкой. Поэтому будьте осторожны. Итак, поджигаем. Смотрим. Так, света слишком много. Придется, давайте, выключаю, выключаю, выключаю свет, чтобы вы увидели разноцветное пламя. Действительно, каждое пламя светит по-своему. Тут и красный, и желтый, и синее пламя. Это красиво. Это здорово. Это выглядит круто. Действительно, выглядит как радуга огненная. Разноцветное. Очень красиво. Класс. Зеленый, красный, оранжевый. Разные цвета. Казалось бы, да? Порошки многие одинаковые. Что-то может быть по-разному. А горит по-разному. О! Дольше всего, смотрите, держатся вот эти два зеленый и красный. Получилось как. Опять же, вспоминаем недостатки моей камеры. И я показываю вам кадры, снятые на профессиональную. А точнее так, вы будете видеть у себя дома. Именно в таком варианте. Потому что у меня тут то недосвет, то пересвет. И вживую своими глазами я вижу так, как сейчас на экране. Поэтому, если хотите сами посмотреть, то ссылка на ролик в описании. Пока у меня тут не загорит свет, еще тема. Смотрите, еще один эксперимент, который здесь есть. Соль не входит в комплект. А могла бы, кстати. Не знаю. Но вот этот стаканчик для еще одного эксперимента для соли. Насыпаем соли сюда. Это мерный стаканчик. Называем. Так. Ну, чайную ложку пищевой соли. Ну, примерно. Чайная ложка. И сюда тоже наливаем столько же. 4 миллилитра. Заливаем, наливаем. Все от нее горит. От салициловой кислоты ее много. Можно много экспериментов проводить. 4 миллилитра. Ну, то есть, 2 и 2, да? Налили сюда. В это блюдечко. Оно специально. Жаропрочное, по всей видимости. Так. И сейчас подожжем. Поджигаю соль. Залитую. Что-то тоже должно. Должно закориться. И горит соль с соляным пламенем. На этой камере не видно, а здесь наверняка увидите. Хотя бы немного. Давайте еще немножко приглушим свет. Вот так. И вы увидите, как горит соль на этой блюдечке. Красиво, если, кстати, это все поджечь. И все будет гореть. И соль под середине. И сбоку вот эти. Это действительно какой-то магический огонь немного. Ох, картинка сейчас красивая. Вау! Вы посмотрите, какая красота. Сейчас видно. Солью все опять загорелось. Я просто, кстати, налил опять немного вот этой вот кислоты. И поджег заново. И опять они загорелись разными цветами. Ну, уже быстрее прогорают, конечно же. Но все равно получилось. Так что это интересное пламя такое вышло. Интересный эксперимент. И с солью, и с этими, с разными штуками. Прикольно. Прикольно. Да будет свет. Как вы понимаете, можно экспериментировать здесь по-разному. Можно вот сюда я рекомендую. Вначале, перед тем, как вот эту лампу полностью, этот огонь разноцветный, радужный запустить. Вначале чуть-чуть, немножечко добавлять в центр. Рассмотреть, как горит вот это, как горит такая кислота, как горит такой-то вот хлорид, калия. Как горит вот это. Посмотреть, какими цветами. А уже потом создать вот эту вот радужную лампу. Так, мне кажется, эффект будет больше. Я бы так даже бы в инструкции написал. Сделать постепенно, последовательно к этому. Приходите. И познавать потихоньку все эти процессы. Хотя здесь тоже познавательно описано все интересно. Ну, а еще здесь описано про невидимые чернила. Вот интересно, набор называется Огненная радуга. И тут невидимые чернила. Я так понимаю, бонусом они идут. О, осторожно надо быть. Хотя она быстро остывает. Но все равно теплое это блюдечко. Поэтому будьте с ним осторожны. Ну что же, у меня получилось сделать эксперимент. Это уже хорошо. Он был эффектный, красивый. Действительно простой. И если соблюдать меры безопасности, то и безопасный, соответственно. Так, теперь нам понадобится что? Нам понадобится для невидимых чернил кисточка, я так понимаю. Да. Так, приготовьте раствор медного купороса. Для этого налейте полстакана воды. А вот для чего еще стаканчик нужен будет. Сейчас нужно будет налить полстакана воды. И, значит, мерную ложечку медного купороса одну. Вот. Тщательно перемешать при помощи кисточки. И должен получиться бледно-голубого цвета раствор. Итак, берем водички. 50 миллилитров. Примерно вот так вот возьмем водички. И 50... И не 55 миллилитров или миллиграмм. Ну вот эту мерную ложечку медного купороса нашего. Замечательного, красивого. Вот так вот. Теперь сюда замешиваем. И берем кисточку, которая идет в комплекте. И размешиваем, 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 размешиваем. Должна получиться вот такая вот голубенькая водичка. После того, как размешаем, возьмем лист бумаги, который здесь нет в комплекте. Но вот лист бумаги, ну лист бумаги, окей, хорошо у каждого, я думаю, есть лист бумаги. Хотя, опять же, рекомендация положить все, что необходимо в набор точный. Да, даже воду. Если нужно там 50 миллилитров воды, маленькую бутылочку воды. Я обычно такие эксперименты во всех говорю. Если делается набор полностью, то комплектовывается полностью. Потому что, ну, на своем веку посмотрел много экспериментов. Это очень хорошо оформлен. Ну, как бы, надо же мнение свое тоже высказать. Итак, я пишу тайное послание. Вы пока не видите. И я вам не покажу. Вы не будете видеть, что. Вот. Тайное послание. Вам положу, пока высохнут. И дождемся этого. А дальше закончим эксперимент с осторожностью. Потому что нам нужна она здесь будет. Осторожность. Как никогда. Использовать будем дальше нашатырный спирт. Ни в коем случае его нельзя вдыхать, подносить к носу. Обязательно на расстоянии только нам будет его нужно использовать. Заранее вам просто говорю. Вот. Тут есть дозатор. Можно его снять будет. Но можно, я думаю, использовать вместе с ним. Посмотрим, как будет работать. Пока сохнет у меня мое тайное послание. Итак, я подготовил нашатырь. Подготовил тайное послание. Открываем нашатырь. Держим над парами. И посмотрим. Сейчас должно проявиться тайное послание над парами нашатыря. Должно проявиться на бумаге. Держим, держим. Держим, держим. Держим, держим. Держим, держим. Пары. Нашатыря. И тайное послание дают нам результат. Проявилась надпись. Вот. Надеюсь, у вас не отображено, как у меня. Наоборот. Возвращаемся к дополнениям. Я переснял для вас эффект появления надписи или рисунка. И это действительно круто. Главное подобрать правильное соотношение компонентов. Немного сноровки и будет получаться оставлять тайные послания. Ставьте лайк этому видео. Тайное послание. Конечно, это в бонусной, в большей степени, такой здесь эксперимент. Главное, это цветной огонь, радужный огонь. Он поэтому так и называется. Из плюсов я хочу отметить, действительно, классное горение всего. Плюс еще вот это блюдечко отлично здесь подходит, которое позволяет вот все посмотреть, как горит по отдельности. И вместе эффект будет классный. Я бы добавил сюда все-таки соли изначально. Добавил бы... Ну, почему бы нет? Все, сразу сел в комнате, занимайся. Добавил бы листик бумаги. Может быть, действительно, 50 грамм нужно водички, именно чтобы развести вот здесь, да. И вот тогда было бы вообще все супер классно. А так, интересная, очень получилась такая штука, эксперимент, трюки, науки. Если вам тоже было интересно, то переходите по ссылочке в описании и в закрепленный комментарий. И там официальный сайт, узнаете побольше про эти эксперименты, какие есть еще. И также вы можете узнать, где их купить, если вас они заинтересовали. На этом все. Ставьте большой палец вверх, поддерживайте видос. И до новых встреч. Пока-пока. С вами был товарищ Сафронов. И трюки науки Огненная Радуга. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok